Поговорим о глагольных временах в финском языке. Про имперфект, простое прошедшее время, я уже немного рассказывала. Напомню в двух словах. Эту форму мы используем для выражения действия в прошлом. Это действие уже окончено, и промежуток времени, в котором оно происходило, тоже закончился. Поэтому часто эту форму называют эйленмуото, форма вчерашнего дня. Но что делать, если нам нужно рассказать о двух действиях, и оба они произошли в прошлом, причем одну раньше другого. Например, в прошлом году я ездила в Хельсинки, а в позапрошлом в Турку. Представим себе, что сейчас, к примеру, 2002 год. Тогда поездка в Хельсинки была в 2001, а в Турку в 2000 году. Если сказать эту информацию по отдельности, в разных, независимых друг от друга фразах, то можно использовать имперфект. Но если их объединить в одну фразу или в один рассказ, то более раннее действие надо поставить в предпрошедшее время. Плюс к вам перфект. Рассмотрим еще несколько примеров. Вот фраза из сказки «Кот в сапогах». Кот объясняет королю, что маркиза ограбили и украли его одежду. Повествование сказки идет в простом прошедшем времени имперфекте, что типично для сказок. Действие, произошедшее до момента повествования, выражено пред прошедшим временем. Плюс к вам перфектам. А вот несколько предложений из новости о преступлении. В описании видео есть ссылка на новость, если вы хотите почитать подробнее и посмотреть больше примеров глагольных форм. Итак, речь идет об изнасиловании. Рикоксен ухри он нойн коксикюмента в уотеас найнен. Жертва преступления – женщина примерно 20 лет. Настоящее время. Девушка является жертвой в данный момент. Встреча состоялась или произошла в пятницу. Это имперфект. Мы знаем конкретное время встречи. Этот день закончился, и встреча закончилась. Женщина и мужчина договорились о встрече в Кангасале. Предпрошедшее время плюс к вам перфект. Они назначили встречу до пятницы, когда состоялась встреча. Так что события четко и ясно располагаются на нашей прямой времени. Теперь чуть-чуть умной теории. Нарисуем опять нашу прямую времени. Стрелочка – это нынешний момент или момент речи. Пухехетки. Действие в имперфекте располагается до него, в прошедшем времени. Мы рассказываем о самом событии и подчеркиваем время этого события – тапахту махетки. Говоря об этом событии, мы ссылаемся только на него и имеем в виду только это событие. По-фински это время ссылки или референции называется вейттаусхетки. Теперь нарисуем вторую линию времени и рассмотрим подобным образом плюс к вам перфект. Момент речи – пухехетки – в конце нашей прямой. Затем имперфект, а до него – плюс к вам перфект. Событие, о котором мы рассказываем в момент речи, произошло в этом самом раннем времени, плюс к вам перфекте. Но неспроста оно называется предпрошедшим, то есть оно произошло до другого события в прошлом. Поэтому мы должны ссылаться на это другое событие, и момент ссылки будет находиться в имперфекте. То есть тапахтумахетки выражается в плюс к вам перфекте, а виттаусхетки – в имперфекте. Но все это только в первом приближении. В будущем мы продолжим разбирать глагольные времена финского языка более подробно. Субтитры создавал DimaTorzok